В Латвии сегодня вступили в силу изменения в законодательстве, которые позволят правоохранительным органам активнее бороться с распространением так называемых легальных наркотиков. Если раньше полиция имела право изымать в точках, где торгуют спайсами только те вещества, которые были включены в списки запрещенных, а эти списки всегда отставали от реальной жизни, то теперь органы правопорядка могут применить временный запрет на год на распространение веществ, которых нет в этих списках, но которые считают вредными Центр профилактики и контроля за заболеваниями. Столица Латвии давно и упорно борется с легальными наркотиками, терпению рижан пришел конец, бездействие законодателей противостоит теперь инициатива населения. В Риге уже действуют патрули жителей. В студии мэр Риги Нил Ушаков. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, есть первые сведения о вчерашнем рейде, о первом рейде, там участвовало около 200 человек. Расскажите немножко подробнее, как эти рейды происходят, собственно, что эти люди там делают. Ну, сегодня вечером продолжается второй рейд, в котором участвует еще больше людей, то есть там уже больше 200 человек, это сразу видно. Смысл рейда заключается в том, что активисты, это абсолютно разные люди, это и спортсмены, это и отставные военные, и это члены профсоюзов, то есть очень много. Это активисты, которые работают с молодежью, как предположим, организация Гетто Геймс, активисты, которые уже давно борются с такими точками. Они физически стоят у этих точек и не дают продавать и покупать. Они не нарушают закон, потому что закон не ограничивает право граждан, неграждан и жителей любых других государств стоять в каком-то одном конкретном месте. Никто не может их заставить перейти в другое место. И то, что мы видим по практике вчерашнего дня, что и никто не хочет ничего покупать, когда находятся активисты у этих точек. И если вчера в результате этого рейда 100, 200, 300 человек не купили легальные наркотики, это уже большое достижение. То, что они также делают, они обклеивают этими плакатами, там, где, предположим, на витринах так называемых этих точек весят цен, они сверху вешают плакаты с фотографиями парня, который от передозировки именно легальных наркотиков умер. Чтобы просто понимали, если кто-то захочет купить, чем все это грозит. Естественно, главные инструкции, которые даются всем активистам, что все нужно делать только единственно в рамках закона. И отлично понимая людей, которые хотят эти точки сжечь, но этого делать нельзя. Во-первых, потому что это угроза, угроза жизни, могут погибнуть невинные люди, жильцы дома, в котором точка находится и так далее. И заканчивая тем, что любое насилие в этой ситуации пройдет на пользу тем, кто торгует. Нам не нужно сделать из них героев. Их нужно показать как людей, которые сейчас легально продают, пользуясь дырками в законе, пользуясь тем, что латвийский парламент спит и ничего не делает. И помешать этим людям продавать легальные сейчас наркотики. Но говорят, что вот эти киоски жгут конкуренты. Это просто борьба между структурами мафиозными. Так или не так? Нетрудно сказать, жгут их конкуренты или жгут их жители ближайших домов. У меня такой информации нет. Мы видим, что в других странах, особенно в России, то, что хорошо можно увидеть, предположим, в разных местах в интернете, да, жгут в других странах. И очень важно, чтобы эта волна не докатилась до нас. Никому не нужно неконтролируемое насилие на улицах города. Нам нужно просто добиться сейчас, привлечь в том числе внимание, к тому, что законодатели должны проснуться и должны внести соответствующие изменения в законы. То, что вступило в силу сегодня, право изымать на 12 месяцев для экспертизы, для проверки и так далее, все эти вещества, это очень слабое решение. Потому что, ну, представьте себе, точку. На точке, скажем, полицейские работники государственной полиции или работники муниципальной полиции придут и заберут 500 доз. И 500 доз, это считается по нынешней практике очень большая уже партия. По продажным ценам это 500 латов. По себестоимости это латов 30. То есть от того, что этим предпринимателям при обороте хорошей точки в 10 тысяч латов в месяц нанесут за время одного рейда 30 латов ущерба, поверьте мне, на финансовых показателях это не скажется. Это очень пока слабое решение, хотя уже хорошо, что хотя бы на этот шаг пошли. Но сейчас нужно очень хорошо понимать, что даже если депутаты проснутся и начнут активно работать, учитывая все процедуры, учитывая сложность самого вопроса, потому что нужно определить в законе, что же запрещать продавать. Они же не продают наркотики, они, как говорят, продают средства для чистки кальянов. Это минимум год. Если добавить к этому качество нынешнего парламента, то, что впереди парламентские выборы, добавить то, что они все заняты преамбулами, памятниками, видами на жительство и так далее, ясно, что раньше, чем через год, ничего не изменится. Это значит, что еще минимум год Рига и, в принципе, и вся страна остается один на один в этой ситуации, в борьбе с этим явлением. У вас, наверное, есть какие-то предложения, что делать законодатель? То, что будет делать Рижская дума, Рижская дума будет делать сейчас три вещи. Первая – это информационная кампания. Сразу после праздников она начнется по всему городу, она начнется по школам, где именно аудитория будет подростки, молодежь, к чему может привести употребление легальных наркотиков. Потому что, смотрите, алкоголь идет везде, в социальной кампании, что алкоголь – это вредно, есть ограничения по рекламе, есть ограничения по торговле, алкоголь нельзя продавать после 10 вечера. Сигарет. На каждой пачке написано, чем это грозит, страшные фотографии легких пораженных раком и так далее, и так далее. Легальные наркотики в любое время суток, без какой-либо информации, иди и покупай, хотя это страшнее и алкоголя по своему эффекту, и сигарет. В этой ситуации информационная кампания, то, что будет делать Рижская дума в течение всего следующего года – это раз. Второе – это муниципальная полиция, которая активно работает, но в рамках, опять же, существующего законодательства. Ну да, они будут продолжать изымать, да, они будут максимально в рамках закона мешать. Но это все, опять же, это полумеры. Дальше – это патрули, которые физически будут мешать. Ну, а как я говорил, стоять... Это только грант, физически... Физически я имею в виду, физически я не применяю физическое насилие, просто когда несколько человек стоят у окошка в очереди. Ну вот они стоят в очереди и стоят. Вот таким образом это мешает заниматься этой предпринимательской деятельностью. И третье – это в сотрудничестве с госполицией, с муниципальной полицией, с экспертами готовить свои предложения к законодательству, которые позволят ограничить и запретить торговлю этих веществ. То есть работа очень сложная, начиная с того, что это работа в первую очередь для медиков и для химиков, определить, вот дать определение, за счет чего можно дальше это ограничивать. Определение формул, потому что сейчас какая ситуация? Запрещают одно вещество, химики, местные умельцы или другие умельцы немного видоизменяют, и это уже сочетается с другим веществом, которое уже можно продавать. Но тогда давайте запрещать не каждую производную, а давайте запрещать само ядро формулы, чтобы все производные автоматически уже были вне закона. Это один из моментов. Дальше, опять же, ну как, ну если ты торгуешь алкоголем, у тебя есть требования, у тебя должен быть торговый зал, у тебя есть ограничение, что ты после 10 не можешь торговать, сейчас говорят о введении видеокамеры и так далее. Эти торгуют, опять же, ну как угодно, как им Бог на душу положит. То есть это все максимально выгнать из торговых мест, потому что самая большая проблема сейчас с легальными наркотиками – это их доступность. Примерно 50 точек по городу. У нас не каждая торговая сеть может такой разветвленностью похвастаться. Доступно круглые сутки, стоит лад. Нам нужно эту доступность максимально ограничить. Вы знаете, аппетит рождается во время еды. Не понравится ли, так сказать, самодеятельному населению ввести дальнейшие какие-то инициативы, запретительные меры, тот же алкоголь, те же сигареты, появятся у нас какие-то народные дружины, которые будут ходить по улицам и регулировать, скажем, какие-то процессы. Нет? Понимаете, нелегальные наркотики, против них борется полиция, и за торговлю и распространение нелегальных наркотиков тебе грозит тюремный срок. Раз. Когда мы говорили про алкоголь и про сигареты, есть государственная политика, есть политика на уровне Европейского Союза, которые, опять же, заставляют вести разъяснительную кампанию, запреты на рекламу, фотографии страшные на пачках сигаретами и так далее. То есть там уже что-то происходит, и происходит давно. Здесь нужно заниматься разъяснительной работой, здесь не идет речь о дополнительных ограничениях. Если мы говорим про легальные наркотики, это сейчас самая большая беда. Рост огромный за последние три года. Ситуация сейчас намного хуже, чем была год назад, несопоставимо хуже, чем было два года назад. Хотя здесь стоит отметить, что у нас нет ничего такого выдающегося на фоне других европейских столиц. У них примерно то же самое. Примерно 10% молодежи в возрасте до 24 лет, это средний показатель для Латвии и для Европы, употребляли легальные наркотики или продолжают употреблять, и это очень много. Просто то, что мы видим сейчас, легальные наркотики уже вышли на третье место, по данным госполиции, после марихуаны и синтетических наркотиков. Еще год мы проспим, без вот этих патрулей, без действий хотя бы тех, кто готов действовать. Они выйдут на второе или на первое место. И тогда мы уже это не остановим. Но есть такие даже разговоры о том, есть такие активисты, которые стремятся легализовать вообще легкие наркотики, превратить, скажем, Ригу. Ну а чем? Вот второй Амстердам, знаете ли, там свой Ригс-музейм у нас есть. Ну, Рембрандта, правда, нет. Ну, каналы тоже своего рода есть. А канал один есть. Не хватает только вот этого легкого дымка над этими кафешопами. Может, действительно, вот таким путем можно идти. Легализация – это не решение. Раз. И плюс мы сейчас говорим о том, что... И плюс, когда мы говорим о легализации, это речь идет о том, что есть вещество, в данном случае, о котором мы говорим, это марихуана, которое находится в списке запрещенных веществ, и за ее торговлю, опять же, грозит реальный тюремный срок. А то, что они продают сейчас в киосках, это легальный товар. Он как морковка, как печенье, понимаете, как газета. Его может прийти и купить любой. Я понимаю так, значит, что без решающей роли Сейма тут все равно с этим делом не справиться. Без решающей роли Сейма это сделать невозможно. Невозможно. Но у вас есть такой, наверное, инструмент, как возможность отвлечь молодежь хотя бы чем-то от увлечения вот этими курительными смесями. То, что мы делаем, то, что будем продолжать делать, последние 4 года ремонтировали спортивные площадки у школ, ремонтируются спортзалы. В следующем году начнем у школ устанавливать централизованные турники и брусья, опять же, чтобы это было задумано не для учащихся школ, а для, соответственно, жителей ближайших дворов, чтобы молодежи оставлять больше заниматься спортом. Плюс существуют программы поддержки спорта. У нас сейчас в проектах, которые поддерживаются в той или иной степени Рижской думы, спортом занимаются примерно 21 тысяча человек. То есть это мы делаем. Будем делать больше. И плюс я говорил о рекламной кампании, которая начнется, информативной кампании, которая будет рассказывать о том, что такое легальные наркотики и к чему они могут привести. Это мы делать будем. И заниматься поддержкой спорта. Но очень трудно при этом добиться видимых результатов, если ты рассказываешь, 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 а за углом у тебя прямо рядом со школой школьник за один лад. Один лад. Вы вдумайтесь, ну пачка чипсов стоит примерно столько же. Может пойти и купить себе дозу, которой хватит ему, его товарищу, и при этом еще может привести к абсолютно непредсказуемым результатам. Из-за того, что постоянно экспериментируют, придумывая новые формулы, никто не может предсказать, к какому результату приведет конкретный случай употребления этого легального наркотика. Человек просто впадет в опьянение или человек окажется в реанимации. При этом под человека мы зачастую подразумеваем человека, которому 17 лет, 19 лет. Ну и все-таки возникает вопрос, как Рижская, я думаю, будет контролировать вот эту народную инициативу, народное движение. И второе, ну может быть действительно, если, может быть действительно надо допустить создание каких-то народных дружин, которые будут активно участвовать не только в борьбе с наркотиками, с легальными, ну и, скажем, просто охранять правопорядок на улицах. Ну, давайте начнем с одного вопроса, который вот сейчас поднялся. Это то, что связано именно с легальными наркотиками. Я очень благодарен тем людям, которые сейчас, после работы, учитывая, что все работают много в нашей стране, идут, стоят, несмотря на погоду, несмотря на то, что это может привести, в принципе, и к каким-то конфликтным ситуациям, потому что это, ну, не выпускницы Смольного института сейчас торгуют легальными наркотиками. Они это делают. За это им спасибо. То, что мы будем делать дальше, мы будем работать с тем, чтобы этих людей было больше. И параллельно все время инструктировать, что все это нужно делать в рамках закона, показывая, каким образом можно и нужно это патрулирование проводить. Естественно, для нас очень важно, чтобы это не переросло в что-то большее, как мы говорим, вот, предположим, по примеру, Россия, когда просто активисты начинают жечь точки. Ну, поэтому Рижская дума и возглавила все это. Если мы это возглавляем, тогда для нас это дает определенные гарантии, что мы сможем предотвратить неконтролируемые вспышки насилия, по примеру, других стран, как это происходит. Этого нам не нужно. Ну, что ж, спасибо вам за видеть нам. В студии был на Риге Нил Кушаков. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok